Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки, задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому канал назвал Суб Эль. Сегодня серия наконец-то о проекте. Это съемка в стиле аркур. Кратко об истории создания студии и стиля, жанра этой черно-белой фотографии. Студии уже более 80 лет, а если точно, то студия организовалась в 1934 году, значит уже исполнилось 86 лет. У истоков студии стояло три человека. Фотографиня Жермена Хершеффельд, позднее она себе взяла псевдоним «Газетта де Аркур», а еще позднее ей пришлось отказаться от буквы «Д», так как это полностью совпадало с уже известной фамилией. И два брата Жан и Жак Лакруа. Это были, как сейчас принято называть, магнаты, медиамагнаты, бизнесмены. Это были успешные издатели. Изначально было прикладное предназначение студии. Это замена иллюстрации в печатной продукции на фотографии, при том фотографии с художественным подходом. А также был применен отличный бизнес-ход, пиар-ход в продвижении, раскрутке этой студии. А тогдашние звезды, кинозвезды, имели право сфотографироваться в студии бесплатно, а их фотографии использовались для рекламы студии, чем не ТФП-съемка. Позднее родилась фраза «Во Франции ты не актер, если не снимался в Аркур». И позднее переделанная фраза, как «Если ты не снимался в Аркур, значит ты еще не суперзвезда». И действительно, в фотографиях студии Аркур применялся кинематографический подход. В то время Казетта увлекалась работами известного кинематографиста Анри Алекана. Вот отсюда и пошел удивительный кинематографический свет. Магическая киношная картинка в черно-белых снимках. Во всем подходе, фотосъемке и результате прослеживается определенная художественная цель. Актеры должны быть богоподобны. Ну а кто же не хотел быть похожими на звезд кино? Все хотели быть похожими на богов. Поэтому, помимо звездных портретов, а их насчитывается более двух тысячи, в студии за это время обслужилось более полумиллиона обычных людей. Это, если арифметически посчитать, порядка 17 человек каждый день. А ведь студия работала не каждый день. И были года, когда студия прекращала свою работу. Это впечатляющий результат. В истории студии Аркур имена конкретных фотографов растворились. Остались лишь названия студии и три составляющие бренда. Роскошь, стиль, кинематограф. У студии были расцветы, закаты и возрождения. Золотой век студии пришелся на 1951-1958 год. А в это время, в год, количество клиентов выросло до 9 тысяч за год. То есть, это порядка 25 клиентов каждый день. Сложно представить. Да, это не часовые, не многочасовые съемки каждого клиента. Возможно, это 10-15 минут. Ну, сумасшедшая популярность. Этот стиль по праву можно причислить к классике черно-белой фотографии. Поэтому стоит его изучать, находить свои нюансы, обходить какие-то технические сложности, получить возможность неожиданности и ошибок. Они, кстати, могут составить определенную изюминку в нахождении своих выразительных приемов в этом стиле. Ставил задачу в этом проекте приблизиться к свету и визуальной выразительности этих магичных портретов в стиле аркур или, как называют, голливудский портрет. Поиграться со светом, найти, возможно, свои какие-то нюансы. Вероятно, я обходил какие-то технические сложности. Конечно же, повытягивать определенную выразительность, эмоциональную выразительность, притягательность из актеров-моделей. Вот это присущее благородство, неприступность, ну, в общем, звездность такую. Несмотря на то, что используется жесткий свет, можно обратить внимание, что эти портреты, они как бы окутываются светом, они пушат светом. То есть он жестко не воспринимается. И это все придает сказочность, магичность этому портрету. В то же время я ставлю определенный дедлайн. Провести 10 съемок в течение двух месяцев и потратить не больше 200 долларов на апгрейд или доделку оборудования. Я покажу, с чего я начинал, чем располагал. И, возможно, уже во время съемки я обращу внимание на то, как это перевоплотилось, доделалось, какие-то были сделаны тоже свои ноу-хаучики. Очевидно, что с оборудованием я буду разбираться пошагово. Потому что, когда целиком наваливается, все сложно начать. Поэтому я решил, определяюсь с базовым начальным уровнем. И в каждую съемочку я буду вносить какие-то изменения. Что у меня было в начале? Я могу полагаться на простенькие такие вспышки Falcon. Но, кстати, у нас есть шторки соты. Сюда можно дополнительно вешать защиту, флажки. Сюда можно перевешивать дополнительные рассеиватели. Супер! Идем дальше. Имеются накамерные вспышки. Я могу использовать одну накамерную вспышку для фона. Вот здесь я сделал небольшой апгрейд. Я давно хотел приобрести насадку проекторную именно на накамерную вспышку. Можно и как рисовать, и как фон использовать. Есть место для творчества. Накамерную вспышку я показывать не буду, а насадку я покажу. Вот такая вот насадочка. Я ее купил у Стробиуса. Хорошие ребята. Очень много производят интересного оборудования, крепежей. Хороший такой инженерный подход у них. И сами они снимают. Тоже есть чему поучиться. Вспышку Minic я буду использовать как основной источник рисующий. Горшочек этот буду использовать. Сюда я сделаю насадочку из тубуса с сотами для фалькона. Прикреплю. Также отверстие, которое здесь останется, я его буду использовать либо с помощью фольги, или какие-нибудь такие сопельки из, например, черного полиэтилена с дырочками, отверстиями, чтобы формировать интересные пятна рисующего света. Конечно же, я буду использовать отражатели. Возможно, расположу такой отражатель. Может, будут использоваться отражатели на полу. Это, скорее всего, будут панельки, которые вешают на окна летом. Свет будет отражаться от контрового света. Таким образом, я буду компактно располагать оборудование и можно будет быстренько что-то менять. Потому что, когда много все-таки света в домашней студии сам, это уже определенный напряг. А в минимальном варианте добавляется мобильность. На съемки этого проекта, конечно, я приглашал ребят, ну, то есть, знакомых не первый раз, которых фотографировал. И уже был визуально знаком с ними. Начал я с себя, выставил свет, ну, то есть, какие-то начальные варианты света протестировал, чтобы уже уделять внимание актерам, моделям, работать с эмоциями. Дальше еще протестировал на сыне. Кстати, на ребенке тоже интересный вариант получается. Потом обратился к богатейшему портфолио. Действительно есть из кого выбрать. Главное, вовремя отказаться. О, это прям живая, настоящая модель, профессиональная модель, актриса. Приехала, как раз отписывалась мне на каникулы. Я думаю, что с одеждой вопросов здесь не будет. Это просто супер модель. Также профессиональная. Не должно быть вопросов по одежде. Я расскажу, как мы выбираем одежду. Он и актер, и модель. Приехал как раз из Китая в связи с карантином. Я думаю, что будет замечательно для этой съемки, для проекта эта девочка. Профессиональная фитнес-тренер. Я думаю, будет тоже великолепно. Еще кого-нибудь доберу. И как раз будет 10, а то может и больше съемок. Посмотрим, как разбираюсь с одеждой. Для того, чтобы разобраться с одеждой, я высылаю... В данном случае точно я высылал референсы. Иногда можно на словах, конечно, объяснять. Здесь можно четко полагаться на референсы. Есть ребята, которые, девочки, могли сами себя привести в порядок. Ну, то есть, обратиться к своим мастерам. В некоторых вариантах я брал на себя прическу, макияж. Там даже такси. Это все входит в бюджет съемки. И желательно теперь подобрать одежду. Да, она фрагментами идет. Но эти фрагменты должны укладываться в стиль. По крайней мере, не перечить, не вылазить из этого стиля. Уж явно. Посмотрим. Ну, вот на примере. Сразу же прислали мне варианты одежды. Смотрю, смотрю. Ну, что у нас получается? Черненькая, руки оголенные там. Хорошо. О, а вот мех, мех как раз в стиле. Я сразу себе отмечаю мех. Здесь кружевной вариант. Ну, хороший вариант. Можно еще что-нибудь на шейку какие-то украшениться. Будет неплохо. Пиджак. Ну, как вариант, да. Как вариант можно. Еще если чем-нибудь расширить, будет очень хорошо. Можно поработать с этим. Не кардинально разные, конечно, варианты. Хотелось бы там три, например, совсем разных вариантов. Но ничего. Тоже хорошо. Так, что у нас здесь? Черное, черное, черное. Так, ну, в портретном варианте почти одно и то же. Руки открытые. Может, нет смысла. Вот это вот черное. Почему черное? Хорошо. Так, это все об одном и том же идет. А вот это об одном и том же. Ну, смотрим. Бюстик меховой. Хорошо. Хорошо. Кружево. Она опять черная. Нет, не будем. Ну, тут все об одном и том же для портрета. Это тоже об одном и том же. Это цветное. Не то. Не то. Ну, вот в принципе, что светлое. Просто светлое поменяли. Да. Можно утвердить это будет. И еще что-нибудь попросить выслать. Вот таким образом я уже определяюсь с одеждой. И на съемку берется действительно необходимая одежда. Не нужно перебирать кучи сумок. Тем самым экономим время для съемки. На этом же этапе, как я говорил, мы решаем, кто где делает прически. У своих мастеров. Или я предлагаю своих мастеров. На этом этапе также мы решаем, где делается макияж, прическа. Полностью обговариваем имидж. Да. И не забываем о маникюре. Какой он должен быть. Чего не должно быть. На что мы ориентируемся. Потому что тенденции меняются. Также референсы по прическе и макияжу. Высылаем мастерам, чтобы они обсмотрели, что, как им лучше это сделать. Кто-то ко мне приезжал непосредственно в домашнюю студию. Есть место, где можно сделать. Кого-то забирали на такси. Запланировал провести порядка 10 съемок в течение двух месяцев. И у меня это получилось. В каждой съемке я проводил небольшие усовершенствования. Какие-то доделочки. Придумочки. Что-то делал лучше. Не сразу все. Первым делом я приобрел проекционную насадку. Сейчас светит, конечно, постоянный свет. Это велосипедный фонарик. На съемке фотографической используется накамерная вспышка. Проекционную насадку я приобрел в магазине Strobius. Далее я поработал с контровым светом. Установил защитный флаг. Так, чтобы он не производил обратную засветку на фон. Я продумал вариант, как лучше сидеть актеру модели. Какой выбрать стульчик по высоте. Так, чтобы был определенный разворот корпуса. Может, это где-то именно сидеть неудобно. Но позволяет сделать более динамичную позицию в кадре. Я проработал тему с отражателем. Я уделил время отражателю и заполняющему свету. Так, чтобы это было компактненько и не мешало съемке. Да, и главный источник освещения рисующий. Переделал сотовую насадку в обратную сторону. И с помощью фольги направляю такой концентрированный, меняющийся пучок света. Фольга также применяется в кинопроизводстве. Ну и обязательно эмоциональный настрой. Я включал jazzradio.com, Django Reinhardt и охотился за стилем, роскошью и кинематографом. И, кстати, результаты этих съемок можно посмотреть в инстаграме на личной страничке. И они не будут пылиться на диске. Я их также буду предоставлять в фотобанк. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Всем здравия и достатка. Пока.